Действительно, да, потому что действительно есть такая практика, ну, как бы она тоже, как бы, по-своему оправдана, практика эта, выработана, была многими годами служениями, разными церквями, то есть в разных церквях есть в питании определенные, и они, как бы, они объяснимы, они, как бы, чаще всего, да почти всегда, потому что в церкви возникают, да, какие-то предания, установления, какие-то традиции, они имеют, ну, основание, благие намерения, как бы, хорошее желание, правильное пожелание, вот, но, ну, знаете ли, то, что, как бы, складывается, есть большая опасность, и она, вот, в Писании очень четко выражена в Новом Завете, против чего Иисус создан его и воевал-то, вот, и нажил с той кучей врагов, почему? Потому что он боролся с тем, что, вот, наши, как бы, всевозможные церковные установления, да, правила, они для человека всегда почему-то важнейшими становятся, чем даже сама истина. И сетью становится, и сетью, да, потом обращается вот против человека еще становится, кстати, да, это очень страшно звучит, конечно, но любую преданию, любая традиция, даже самая хорошая, даже самая такая, ну, и объяснимая, хорошо объяснимая, она становится, на самом деле, даже вот, большой проблемой для верующих. Вот, и вот такая же традиция, да, вот, которую я запомнил сейчас Александр Степанович, на самом деле, да, вот, я в разных церквях традицию уже встречал, вот, в протестантском мире, вот, и в православном, да и сам, как бы, служил я, да, в традиционном православии, вот, в русской православной церкви Московской Талиархаты. Вот, и 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 вот, на православии, я понимал, что как бы, ну, уж не допустить, как бы, да, вот причастие, это уже, ну, крайне какая-то такая мера, не знаю, крайнее какое-то решение, ну, да. Просто человек, ну, непробиваемый, и он, ну, совершенно не хочет исправляться и, как бы, и не понимает, и не хочет понять даже это. Вот. Я поступал таким образом, да, значит, но вот такие полицейские меры, они мне все меньше и меньше начинают нравиться. И вот, знаете ли, и вот уже в 96-м, когда я вышел из Тортица на православии, я вот, значит, тоже много вопросов туда, не знаю, много вопросов туда, таких кучи вопросов поднялась. Почему я вышел? Вышел же по собственной горе, по собственному решению, но, слава Богу, у меня моя матушка побежал, вот, я не знаю, решился ли я тогда бы выйти, вот, или нет, если тогда бы не поддерживали, потому что, знаете ли, боязнь была такая, еще быть, как бы, самым умным, что, получается, все заблуждаются, один я такой, уникум, как бы, это не очень хорошо, наверное, вот. И, знаете ли, думаю, может, я что-то не так понимаю, чтобы, на самом деле, забудился в Москве-то. Вот, я ездил на Исковиде специально туда, к красным старцам, вот, поездки по монастыряночным, но, как бы, к этим старцам. Но чем больше я ездил, тем больше я понимал, что как раз ведь неправы, как раз, как ни странно, я, получается, вот, самый правый, вот, и самый умный. Вот, как бы, думаю, как-то странно звучит, конечно, но, как бы, нет, были умные священники, конечно, все понимавшие, вот, но они, как бы, оставались в таком, не знаю, каком состоянии странно, знаете ли, вот, непонятно для меня. И вот вопрос, тоже, кстати, от причастия, тоже только для меня был. Причастие, оно, знаете, я рассуждал, оно, Евхаристия самого года, благодарение, что называется, да, это действие, наше общее действие. Я лично за то, чтобы все причащались вообще, все. Если человек, он действительно разумеет, понимает, пусть даже по-своему, как-то маломальски хотя бы, но чуть-чуть понимает, что Иисус Христос, действительно, за Него пролил свою кровь, и за Него была эта жертва принесена, он готов рассуждать о теле крови христа, знаете ли, то, конечно же, причащайся и не учащайся. Причащайся, дорогой человек, вместе с нами совершай это причастие и фамистию. Вот, другое дело, что Павловы слова, там, такие, вырванные из контекста, порой они очень грозно звучат, а вот, страшно, да, вот, от кого немало из вас там болеют и немало умирают, значит, вот, даже, ну, как бы, как это причастие-то, ну, как, во вред тебе, знаете ли, как будет оно, вот, еще там, а что делать? Оказывается, если не вывод из контекста, а в контексте и послание Павлова прочесть это, да и все Библии, но оба завета, по крайней мере, в контексте прочистить эти слова, то совсем другой вывод получается. Не на половине вот пустой стакан, а на половине полный стакан. Совсем другой вывод получается. А в контексте послания Павлова имейте в виду, что Павел как раз обереживает, что не рассуждайте в отеле Христа, а причащайтесь, ну, как бы, понимая, что за грехи наше пострадал, но не всю эту истину для себя раскрываете, что, значит, не разумеет того, что, не рассуждая о том, что Христос не только наши грехи припоздил беззаконие на крест, но и немощи наши, даже смерть, по сути, поражена в данном вопросе в Христе. Вот, поэтому и сила воскресения, и сверхъестественная сила, и сила исцеления, вот, сверхъестественная. Ну, она, как бы, для этого мира сверхъестественная, так она в Божьем мире, она естественная считается, а у нас она ненормально считается, а там, в Божьем мире, она нормальная считается сила, как раз. Вот, наоборот, в Божьем мире неестественная, как раз, болезнь, как такова, и даже смерть, она считается в Божественном мире, в Божьем мире, она считается противоестественной, считается, а у нас считается естественной, как бы, нормально. То есть, ну, все, что в родном, как за зеркальник, вот, наши миры, божьи миры и человеческий мир. Вот, это все наоборот. Вот, и, по этому Павел говорит, что не рассуждая о теле Христа, и недостойно причащаются люди. Действительно, это недостойно, это оскорбительно для Бога, для Христа, когда верующий причащается не только размышляя о том, что только лишь его грехи были предпочтены к Христу, но не размышляя, отказываясь размышлять о том, что и ранами его мы исцелены, что все благословения благословения. Все благословения Авраама и Божьи все благословения через это раскатие пришли в этот мир. И, знаете ли, это как пушкой по армям палить. Можно? Да, конечно. Хорошее занятие. Но пушка шли для того. Есть гораздо больше факта. Знаете, гораздо больше, чтобы приготовить. И чтобы мы не мешали с этим благословением, он и переживает как раз. И он и пишет как раз верующих. Поэтому нужно размышлять о теле крови Христа. И я размышляю об этом. И хотя, да, вот как раз было сказано, что, пожалуйста, там обвините, там, о, вот ты согрешил, ты недостойный. О, или ты болен. Вот. Знаете, вот, все, что я поправлюсь, исцелюсь, только потом еще полетю к причастию. Нет. Для меня как раз наоборот. Для меня как раз наоборот к причастию – это моя панацея от всех этих недугов, от всех этих мыслей неподобных. От всяких болезней, всяких недугов. И от смерти даже самой. Для меня панацея – это тело и кровь Христа. Размышления сами даже. Даже если нету, я тоже, если бы я это делал, то, причастие, там, тоже я как раз так сказал, то, кто подключался, вот, что значит, что даже если нету, там у вас ничего, там, сока нету, возьмите, просто, я практикую даже, просто водички налить. Да, просто водички, налить немного хлебушку. Сам, просто человек так устроен, что когда он ест, он лучше доходит. Вот. А, в принципе, само причастие и кровисти, оно же, оно совершается здесь и здесь. Вот, я постоянно причащаюсь, я всегда, в этом ходил в первом времени, вот, я мысль об этом. Кстати, хорошая традиция такая, вот, в католической церкви, там, допустим, да, у западных, вот, христиан, там, практика такая. Там священник, оказывающий, каждый день причащается, вообще, каждый день. Вот, даже сведения по службе никакой, он даже, вот, сам, короткая служба, 20-30 минут, сам совершил было, значит, там, чего. С тем, кто присутствует, нет никого, даже сам, просто, сам, если не совершил, просто. Прямо них, чтобы, а для чего я спрашивал священник как раз, такое частное причастие. Вот, там, даже обязан, я когда с Йозефом пообщался, там, включались, священник, там, со Словакии, в 96-м году, для меня была странная традиция, да. Вот, потому что в православии тоже есть, но когда только в храме служения совершается, допустим, а там постоянно, каждый день, даже на дороге, допустим, путешествовал. Вот, да, просто остановился, там, раз, где-то у Коска, возле реки, там, раз, совершил разные участия, рассуждая о теле Креста. А зачем это спрашивал? Чтобы священник, чтобы постоянно этим жил, постоянно мыслял об этом, чтобы не сбивался вообще с этого ориентира, с этого курса, вообще не сбивался. Будем быть здоровым. Да, тогда, значит, и первое, что тоже ежедневно, ну, конечно, можно это расшифровать, как кушали вместе, да, просто трапезничали. Да, ну, да, что там, что Бог послал, что называется, поели вместе. Но как бы по концепту видно, что идет речь, и многие исследователи Писания как раз, именно знатоки, будем так говорить, тонкости языка греческого. Имеют в виду, что не просто обычный хлеб кушают, просто хлеб, а рассуждая о теле Креста. То есть шла речь именно о евхаристическом таком общении ежедневном, уже постоянно. Вот. Вот и для меня все равно любой вдох, любой выдох – это тело и кровь Креста. Я размышкаю о нем, думаю о нем постоянно, вот, и держу в этом ум свой, благодарю Бога за пролитую кровь, себя в этом, ну, приучаю к этому постоянно. И вижу, что это, ну, для меня это, ну, просто, ну, все преображение ума, преображение служения, жизни моей, ну, для всего. И здоровья даже, всего. Не даже, а для здоровья, вот, и всего. Вот. Потому что Бог спаситель наш, ну, всего человека, слава Богу. Поэтому, вот, думаю, что вот эти, такие переживки прошлого, вот, у христиан, как бы, недопущимые, какого-то до причастия, это действительно переживки. Вот. Такие полицейские меры, они нужны только лишь, ну, в каких-то крайних случаях, да, может, как вот человек называет братом, сестрой, да, значит, но не хочет меняться, упорно, как бы, ну, есть там, то уже, как бы, уже, да, чтобы уже и люди видели, что, как вот и Павел пишет, в Каринтине тоже, что действительно, что тогда, значит, мы даже вместе не кушаем, не пьем уже с тобой. То есть, ну, это, это редкие или чаще случаи такие административные такие. Вот. Опять-таки, цель всегда, цель даже такого, вот, такого случая, это исправление. Это, ну, для блага человека, то есть, это не против человека, это для блага человека самого. Вот. Это не против человека, это, ну, правда, за него как раз, переживание-то наше, должно быть. Вот. И я знаю то, что кровью Иисуса Христа мы искуплены, и это то, что нас объединяет, то, что нас соединяет, на самом деле, с Ним, позволяет Ему проникать в нас, а нам в Него. Вот. Вот. То, что, опять-таки, писание, ну, в еврейской песне-песне, они, ле-да-ди, ле-да-ди, линь. Вот это ле-да-ди, ле-да-ди переводится цендальным переводчиком, как «я принадлежу Ему», как бы, да, «принадлежность» переводится так. Вот. А буквально вот это ле-да-ди, ле-да-ди, то есть, буквально «я в Нем», «я проникаю в Него», как «Он проникает в меня». То есть, «Он познает меня, я познаю Его». То есть, вот это вот, что мы одно целое, по сути. Идет вещь, что мы одно целое. Вот. И вот так вот. Недаром мудрецы сочли это главным местом писания, ключом, как ко всеми грехи и писаниям, ко всей Библии, собственно. Да. И вот перед причастием тоже хочу прочесть из Божьего Слова несколько текстов таких вот. Первое – это вот из Коринфян. Коринфян. Первое послание Коринфян, пятая глава, седьмой и восьмой стихи. Вот. По поводу из Кваски, из Акваски и даже от Рескина тоже. Вот. У нас себе даже буквально, кстати, вот, пожалуйста, причастие такое с буквальной натуральной дозой опрестниками. Итак, написано. «Обчистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы безквасны, ибо Пасха наша, Христос, законам за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порога не лукавства, но с опрестниками чистоты и истины. Аминь». Аминь. Да. И вот, интересно, что, конечно, в идеале, да, вот, опрестники, через месяц уже Пасха уже, вот. И, значит, в Библии, кстати, называется Пасха изначально, как праздник опрестников. Даже целая неделя есть такая опрестничная называется. Вот. Библия в этом рассказывается. Вот. И интересно, здесь сравнивается опрестник с чистотой и истиной, да, с прятостью такой, чистотой. Значит, квасная сравнивается с порогом и лукавством. Ну, закваска, она всегда, ну, как бы, символ, что ли, порог, лукавство, греха. А и в верхнем забете, и в новом забете, как бы, вот такое, такое, такие сравнения. Вот. И здесь тоже у Павла, по сути, то, что он пишет, это как чудо, вот, призыв к какому-то чуду. Потому что очистить закваску, ну, невозможно, да, вот. И если началась, я так размышлял, как-то давно уже, думаю, надо же. Вот если начался процесс уже порожения, да, и вдруг такая команда, да, поступила, что вот, ну, очистить закваску. Ну, как, а как, это невозможно, уже прошел процесс, это, не вернуть обратно в процесс все это. Как это может быть? Это как из мертвых воскреснуть уже. Знаете ли, было квасное, стало слово пресное. Но с Богом все возможно, с Богом возможны всякие чудеса, даже такое обратное, сверхнеестественное. И это призыв, по сути, к Божьему чуду, такому, пережить Божье чудо, очистить закваску. То есть, значит, закваску, там, ну, даже, даже, Иисусова, если брать, его слово, там, закваска фарисейская, сутокийская, ира, да, фарисейская закваска, да, чисто религиозная закваска. Вот, сутокийская, это религиозно-политическая закваска уже, значит, иродовая, это чисто политическая закваска. То есть, вот, три разных вида закваска, значит, Иисус, который говорит, что, по сути, угроза для царства Божьего, да, вот, все эти три вида закваска, именно вот такие, действительно, опасны для разума нашего, для сердца нашего, для нашей души, нашего христианства. Вот, и вообще, вот, если брать, не вверху забития о закваске, так что говорится, везде имеется, ну, порог и лукавство. Вот, лицемерие, лицемерие порог и лукавство. Вот, и, значит, но, как это очищается вообще, я обсуждаю тоже так, что только через кровь Иисуса Христа. То есть, действительно, сверхъестественно, потому что естественно, мы эту кровь нашу не очистим. Знаете ли, сверхъестественно. Я вспоминаю, вот, пример один, с Мариуполя, брат Андрей, не знаю, где он сейчас, кстати, давно уже не слышал о нем ничего. Очень интересный брат такой был, значит, здесь он в Киеве, у нас тоже гостяк был, он учился в Суснавине, в библейском институте, давно уже. Это еще, ну, 90-е были, да, не 90-х, да, значит, и я как раз на преподавал. И он был один из моих студентов, и вот для меня это было просто, ну, чудом его свидетельства. Там много чудесов было, там садки были чудеса, и там тоже были ребята с Мариуполя, были тоже бывшие наркоманы, алхоголики, там, значит, там, они тоже всякое видели, но вот случай у Андрея, он, он самый был, просто такой убьющий, просто случай, удивительнейший случай. Вот, дело в том, что он многолетний наркоман, очень много лет он говорил, он сказал, еще с давнего времени, когда официально не был наркомана, даже еще с того времени. Вот, значит, и получилось так, что он умирал уже от наркотиков, ему ничего не помогало, ему там переливали кровь, вот, значит, на какое-то время, наверное, помогало это, но потом это ничего не помогало снова. У него кости гнили, вот, кровь у него была плохая, там, кстати, гепатиты, что там не было у него, кстати, зараза. Вот, а еще что, самое-то, как бы, вот, как бы удивительное, у него мозгов не было по тому же, то есть его мозг обратился, ну, он исчез, просто, просто, то есть это было просто, как он там, короче, врачи говорили, просто кисель в голове, просто кисель, все, значит, нос потерял свою форму, он не то чтобы в животное пролетился, он пролетился в растении, даже не животное, вот, он просто растение может, и просто на нем, как бы, испытывали какие-то там препараты, начали давать ему что-то, вот, значит, и все. А так он уже все, было бы один кисель, я его много раз проверял, значит, просто растение, вот, и все, вот, и, то есть он эти месяцы, пока он был этим растением, он, конечно, их не помнит эти месяцы, вот, где он что он был там просто в этой больнице а потом их стало как-то очень много стало людям помирать там значит наркоманов этих там и видите что сделали в белых халатах черные души черные души такие они что сделали стали на машинах этих скорых развозить этих без пяти и по домам и большинство случаев люди не открывали вообще то есть они никому не нужны вот еще живые но никому не нужны были и родственник никому ну кто принимал те принимали конечно чтобы они умирали только по домам не в больнице вот и ну просто морм начался страшный такой насчет этих наркоманов и и больница переполнена все разборовано там вот медикаментов нету все разборовано все раскачено и потом когда там стали интересоваться церкви там свет миру и какая-то еще церковь вторая косметичная вот стали интересоваться там вышли на депутаты все выделялось там и все было достаточно просто все частично разборовано не доходя его нюбля а в самом нюбле руководство разборовано и оставшихся вот вот эти даже не было ни обезболивающих ничего абсолютно не было вот страшно дело вместо обезболивающих просто обычный воду гадут вообще страшно вот а люди просто стонами ныли поболеть это с этой стонкой стоило вот там описание страшного другие ребята рассказывали которые тоже лежали когда вот и вот эти распозили и в большинстве случаев оставляли возле мусорников людей просто на простыне вот в одних трусах чаще всего там или в чем-то у них есть там насчет там и на простыне оставили возле мусорников и разъезжали врачи представьте вот на 20 20 ну не 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 зима нет но прохладно будет но не зима вот значит их развозили так вот и оставляют на простыне возле мусорника оставляют вот знаете даже из кошки не выбрасывают или собаку просто да это человек вот но они уже настолько грубили сердцами своими эти люди что они уже даже уже знаете не смотрят на человека как на человеке просто и вот этого не открыли даже никому что нужен был вот ну кончиков на команде все знали тем более растение вообще вот его возле мусорки оставили его вот и уехали а а повезло что еще там проходила молодежь и тоже бывшие там наркоманы были какие-то ребята они шли на там была варочная квартира вот другой дом варочная квартира где нам команды все собирались там вот и там у них началось пробуждение в этой варочной квартире вот там значит а там квартира такая милиция вот и вот это милиция заходят им там от расстегивали что-то и все они кормились паслись . милицейская вода щит ракоманская сами же милиция сами милиционеры на пути привозили на сколько все мафия значит и представляете а там еще раз пробуждение началось пробуждение то есть стали люди калится там и уже не варочная квартира а молитвенные квартиры стали но чуть не молится самое интересное потом рассказывать случай участковый рассказывал там местный вот он не вирус что он близкий к вере как бы значит там и рассказал такую вещь что странно когда была варочная квартира ни одной жалобы не было заседей вообще нет вообще как только стали отмолиться там пистолиции или освобождаться от наркотиков все куча жалоб короче у меня целую стопку этих жалоб на них вы посмотрите потому что когда наркоманы были могут там плюбиться а это вроде как уже верующие уже не будут бить куча жалоб что они молятся и днем ночи молятся вот значит но такая история и этого сады подобрали и дошло и не вообще никакой вот во львове там один брат рассказывал мне на в телефоне один был товарищ подписан только почему ну типа ну ну вот и все поэтому покаялся писать а у него же москва не осталось тоже вообще писать и покаялся вообще но и многое творение работается и бизнес идет вообще нанимать рабочих вот и осмотрим что получилось значит его вот тоже ему такое привлогли это мясо кусок растения на эту квартиру и давай молиться братья эти мариупольские рассказывали что он насчет они даже особенно не верили что он выживет но хотя бы верили что он хотя бы умрет по-человечески покаяться перед смертью обратиться как-то за это молились вот и на самом деле было чудо первое же на этом на той же молитве он пришел в себя представьте сколько месяцев он вообще там голова или не знаю что там времени он вообще ничего не соображал он же не был даже животным в голове не полномосковский север живут а здесь значит что он у него остановил что-то получается вот и он что-то слушал повторял что-то там за ними вот они дальше молятся а там только молились и все молились и молились вот и потом смотрят а он не помирает думали сейчас а он не помер живой и что-то там повторяется вот насчет и молились и представляете дарай мне дальше рассказывать евангелие вот ты можешь сказать вначале первую часть что он смог сообразить и сообразил что иисус христос спаситель его вот а здесь мы рассказали брат мы еще не все тебе рассказали есть еще и не только грехи твои он взял на себя еще и болезни и рамы и вот и исцелён короче этот андрей сцепился за как за соломинку за эту весть за него молились одним словом через несколько месяцев он был не только совершен здоров вообще он к тем врачам пришел значит значит за справками потому что там было трудоустройство было у них обязательно еще значит и за справку пришел он а его знали что мы лишь уже с ним в могиле уже с ним ужин все давно уже а я же еще рассказал слушайте когда его там возле мусорка оставляли он не просто было растением но он же у него заражение пошло и он был как небо черный роскошный толстый небо лежал на простыне вот когда он пришел не верили что то он вообще-то многие не верят ну это он был значит проверяли кровь кровь совершенно здоровая без всяких переливаний больше все у него здоровая кровь кости которые были длинные проверяли все там и снимки здоровые кости здоровый плоти его но самое потрясающе было он ведь разговаривал нормально вот проверяли у него здоровый головной мозг без повреждений вообще. Как будто не было никаких повреждений. То есть какие-то кисель снова образовался в мост. Притом, вместо этого повреждения. Довольствия не кем приняли в мост? Вот не знаю. Кстати, вот я на четвертку не спрашивал. Не спрашивал даже. Но он уехал с Мариуполя потом. Кстати, там люди отказались даже делать справки. Оставили. Донецкие тоже отказались. Вот. Он футболил его. Вот так он. И дофутболили до Киева. Вот. И уже здесь, уже в Киеве, он уже там уже уходил туда. Вот. Пасов с Андреем тоже выходил на сцену как раз. И это Андрей показывал документы уже. Вот. Вот. Хвастался. Господи. Вот. Вот. В Киеве. Здесь, в Киеве нашелся порядочно один профессор, врач в Академии наук. И он сказал, значит, пусть даже смеются над мной, но я напишу то, что есть. Вот. Ногоголовной носок. То есть у него в голове новый головной носок. То есть все прежние, там десятки исследований показывают, что у него в голове ничего нет уже. И вот, вот эти все последние исследования подтверждали, и в Киеве подтвердили, что у него новый головной мозг без следов повреждений вообще. Вот. От гепатита не осталось ничего и прочее, прочее. А потом, через, там, год или сколько я ушел, не, больше, больше. Я его снова встречал, там, на Левобережном, там, евангелизировал, раздавал тетрадата. Вот. Он, кстати, и приторговывал там же, кстати, вот. Потом дочка была. И, интересно, значит, я с ним общаюсь, вижу, он уже там уже поправился, уже такой, уже такой, уже такой, такой плотники такой, как дела, брат, все. Жемился, как, короче. Жемился на бывшей наркоматке. Там тоже такая, что, ну, не как, может, он, но тоже прошла. Я когда говорю, там, вот, из подвала каких-то трусов доставали, уже там, все прокололось там полностью, значит, в свое время. Вот. И потом смотрю, красавица, вообще, даже не с каждой душной командой. Вообще, полностью, новый человек. Потом прошло время. Он был у нас здесь, кстати, вот, на Кловской. Заходил сюда, кстати, когда. Мы еще там, наверное, в зал был целый, еще тогда, не работал люди. Вот, значит, и, у них, короче, родился девочка. Родился ребенок. Вот, значит, и потом, а, у нее же тоже всякие гепатиты раньше были, там, и, чего только не было у нее, там, раньше, по прежней жизни. Вот, она была исцеленная. И самое было для них, для врачей было остеяниество, их ребенок, без всякого последствия, без всякого, там, ну, как бы, головы. Вот, что я рассказываю, почему рассказываю еще? Вот, вот, тут, кровь Христа Иисуса сегодня действует в нас, верующих. Кровь Иисуса Христа сегодня в нас и через нас действует. И совершает сверхъестественные такие деяния. Больше ничто, понимаете ли, ни одно, там, переливание крови не могло, будешь делать, не помочь тому, да, человеку. Его мозги не могли бы восстановиться, абсолютно. Вот, без, вот, крови Иисуса Христа. То есть, кровь Иисуса Христа, видимо, спускает какой-то обратный механизм. Вот, какой-то механизм именно, ну, обновления, исцеления, освобождения. Понятно, ну, ну, не полном, наверное, я так рассуждаю. Ну, как, или я так рассуждаю просто. Вот, вот, не надо похоронению, да, Билли Грэммон. Вот, значит, семью лицерский евангелист. Сто лет. Ну, почти сто лет. Вот это да. Ну, с восемнадцатого года по 2018 год. Вот это да. Да, герой веры потрудился так, что, да, там много у меня таких картинок, таких вы представляли, там, «На небесах». Картинка такая, много там народу, куча, и Бог его встречает, или миллионы тебя встречают уже здесь уже. Здорово, классно. Да, вот это да, я понимаю, вот. Как хорошо, хорошо так вот. Потрудился человек, значит, внес Емалья Христова по всему миру. Вот, и это, ну, блаженная смерть, да, значит, но в идеале, в идеале даже и смерть, она уже приговорена, по крайней мере, она приговорена. Чем? Кровью Иисуса Христа. И вот те случаи воскрешения, да, которого тоже, и вот, Алексей Иванович рассказывал, когда там, пацана там, да, значит, там, значит, жмурик, против, как это сказали, милиционеры, значит, когда в столб поверился, там, на хакерском, да, в массиве, так, что, а он помился, милиционеры говорят ему, ну, по шамане отец, по шамане, да? Как-то так сказали. А Алексей Иванов сказал правильно, что я не шаман, я в этом шаман, христианин. Христианин, да. Слава Богу. И молился человек. Вот, и, вот видите, запустился механизм обратный. Чудесно, да. Обратный механизм. И из мертвого в живое состояние. Это, ну, чудесно, слава Богу. Исцеление, это тоже обратный механизм. По сути, вот, любая болезнь, да, это тоже, но оттуда, это не наше, это из этого, из смерти все происходит. Это, как бы, последствия ее проблемы. И, как бы, ее предтечи. Любая болезнь, по сути. Вот, значит, любой недуг. Вот, но у Божьей, Божьей царстве совсем иначе все. И вот я рассуждаю, что кровь Иисуса Христа сегодня для нас это наивеличайшее святление вообще. Чем больше будем этим пропитываться, сознанием этим, размышлением об этом, больше ни о чем другом. Вот, крови Христа размышляем, думаем. Вот, и это не просто церковный обряд, а это действительно не просто даже таинство церковное. Это жизнь, это образ мышления нашего. Слава Богу. Иисус Христос распятый, за меня распятый, за всех нас распятый. Вот, Он воскреший, живой Господь, вновь грядущий Иисус. Вот величайшее таинство церковное, величайшая тайна христианская. Слава Богу. И сейчас Он проживает в нас, верующих, царствует, господствует. И пусть Его Царство пребудет во век в нашей жизни и во всех нас. Слава Богу. Слава Богу. Вот, и примеры приведу тоже сегодня, кстати, вот я, когда трансляция утренней молитвы тоже, вот опять вспомнил тот рассказ «Деревенская дурочка», который еще давно, я прочитал, еще 91-й год был. Вот, и там в церковной Рессе рассказы публиковались такие, ЖФП, вот этот журнал «Московская патриархия» и «Московская церковная весть» лично. И потом я уже, после этого приходили, да, вот, я был там уже на стрессе в Крамосково, вот, служил там в Рязанской области. И я это пересказывал. Вот особенно вот эту историю, некоторые истории пересказывал. Особенно вот эту историю «Деревенская дурочка» называется, вот. Он меня как-то особенно потряс тогда вот, этот рассказ. Ну, там описывается 20-е годы события 20-х годов. Ну, пианили, комсомоли, безбожие, значит, там в селе где-то, значит, там, и молодежь, вечеринка, собираемся, значит, там. Вот, значит, и там среди них была девушка, ну, дурочная. То есть она взрослая уже девушка, а в уму еще совсем еще младенец, вот такая. Ну, она с ними, тоже с младежью со всей, там, собиралась. Вот, значит, и ее водили в храм часто, эту девушку, значит, и, вот, ну, как родители, такие набожные, тишонные, религиозные люди. Вот, и над ней посмеивались, ну, ей сходилось то, что она, ну, дурочная просто вся, поэтому и прощалась. Значит, и, а так там уже агитация все комсомольская была такая, безбожная. И решили как-то на вот этой вечеринке, как-то, да, посиделки над ней поиграть, пошутить. Это в каком-то амбаре, что я его где-то, судя по описанию, я понял так, вот. Значит, и там, где у них была молодежная, это у них собрание свое такое комсомольское, минерское такое. Значит, и решили пошутить. Один там дарелился в попа, как бы, значит, там, взяли немного самогонки, хлебушку, значит, вот, к причастию. А та за чистую монету поняла, значит, вот, как бы, к причастию, особенно, я не понял почему, но, как бы, она влюбилась. У причастия, говорит, вот, мы сейчас-то причастим сейчас, значит, и все. Ну, вроде смехом. Ну, а все же вчерашние. Вчера все еще, как говорится, какое-то время назад в храм ходили, как бы, кое-что помнили, что в церкви поехали. Подпевали, вроде как бы, церковное служение, там, чуть-чуть. Вот. Подыграли, значит, батюшка один дяконом был в другой мешке, в такой, значит, тоже как освещение. Вот. И вот потом чудо произошло такое, что, значит, вот, ну, запили ангелы, короче. Вот, и люди те, вот, короче, больше успеялись на девочке, на девушке, значит, и, а потом, там, дальше, после слове, такое интересное рассказывало, что, значит, очевидцы того события, значит, там, произошедшее там, значит, в итоге, там тоже, он чуть не рязанский шлюбился, почему я еще прочитал тогда, например. Ну, короче, резюме такой был в конце, что, значит, что из участников вот этого, значит, такого, беззаконного, да, посмеяться на девушке, действия, вот, значит, многие покаялись потом, стали вот христианами, даже за христа мучениками, даже вот, там, уже в 30-е годы, вот, значит, то есть, ну, это так сильно подействовало на людей, что многие смезлились, стали снова, там, к нам, значит, к нам быть молодежь, и, ну, по сути, пионерская концепция, Сомольская ячейка распалась, вот, в этом серии, вот, вот такого чуда, вот, просто с той деревенцевой ручкой, казалось бы, значит, да, значит, вот такая история интересная. Вот, а другая история, которая меня тоже очень, как-то, потрясла вообще, она была в моей личной жизни, вот, я ее тоже помню, вот, особенно ценю, потому что это было в моей судьбе, вот, с причастием много, что связано историей потрясающих таких, Но самое, такая, было удивительное, вот здесь, в Киеве, да, значит, уже какой-то, 98-й был, 99-й, мы как раз жили вот на левом берегу, на Манышкинском маленьком квартире, ну, вот, и там у нас Таня родилась, там родилась, вот, и тогда было трое детей, Таня четвертый, значит, ребенок там родилась, вот, и Сыраким был совсем маленький, еще такой, вот, вот, Без портков все берем, значит, а нас исполен, еще постарше, чуть уже, вот, значит, и, так, а мы там, значит, на кухне с женой, вот, и как раз купили прятников, там, на рынке, на стенах, рынок, вот, там купили прятников таких свежих, таких вкусных, вот, и молока, много хорошего, ну, прям такое прям, хорошее свое молоко, вот, значит, раз прогозили, и, значит, и смотрим, дети таскают туда, в комнату прятники, молоко, ну, как бы, ну, и надо проследить, что там, в принципе, заносили, вот, и я там подглядываю, значит, как могу, вот, вижу, значит, такая у них там в комнате такая игра, значит, они как в церковь играют, медведи и кукол все как раз садили, так вот, ну, приезжали, ну, и Сыраким там сидел среди этих медведей и кукол тоже, ну, приезжали, ну, Настя была, там, за главаря, как бы, или как пастора, там, не знаю, организатор, короче, всего этого мероприятия, вот, а Коля был, как за проповедника, там, А я тоже, что он понимал, там, ну, Библию взял, там, брат, Библию взял, кстати, только, когда тормашки, там, и, значит, что-то, 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 проповедник, ну, думаю, да, ну, конечно, меня увидели сразу, значит, О, папа тоже присоединяйся нам, как бы, я так, ну, ладно, интересно даже, сел среди кукол, никогда кукольный церковь не было, В разном церковь было, кукольный еще ни разу не было, ну, как бы, сел среди кукол, поднимал, вот, сел, значит, там, ну, как игра, там, у них, там, причастие, у них, там, эти, бряники, эти, значит, там, эти, вот, значит, там, молоко, там, значит, у них причастие, Ну я так, ну ладно, что ж, играй. Вот, главное, хороший играет, а не плохой, а что там? И, вот, значит, Ленитон, Николь, что-то сказал такое, что-то, ну, я даже не понял, как это произошло, но, знаете ли, я уже не сменялся, потому что действительно переживал вот это, не знаю, что Бог вы чувствовали там, эти медведи, но я прочувствовал вот действительно такое присутствие, такое Бога, вот, и, знаете ли, да, причина, причащались там, вместе с куклами, причащался, я тоже, значит, брал эти пряники, тоже у них там, значит, молоко, но вот это присутствие такое Бога, и я скажу, что в жизни я разные переживали, причастия, да, состояние, переживания какие-то некоторые, но вот до сих пор одно из самых таких вот, ну, для меня сильнейших переживаний, причастия в моей судьбе было, как ни странно, вот такое кукольное причастие, такое, знаете, вот, с молоком и с пляниками, казалось бы, значит, да, значит, и я это не забыл, это помню, этот эпизод, вот, и, знаете, для меня это было целое, как, откровение потом, вообще, целое откровение в том, что, действительно, само причастие, это гораздо больше, чем вот то, что можно себе представить, даже на первый взгляд, вообще, гораздо больше, чем просто, даже хлеб, вино, или что-то еще нет, это гораздо больше, да, действительно, ты кушаешь, ну, мы кушаем всю жизнь, мы едим, да, чтобы жить, собственно, да, мы только родились, там еще, кто родился еще, да, что еще соображаешь еще, да, значит, те, какие часы еще, по-моему, уже раз, уже соображаешь, надо, надо есть, как бы, да, значит, вот, и, вот, ну, Инна моя рассказывает тоже, раз, шестеро, же, пяти, но все по-разному, кого-то он может еще, там, немного приучать, там, значит, он еще пока поймет что-то, ему уже, да, надо, как бы, вот, а другой сразу хватает, вот, только родился, только груди поднесла, вот, думал, сейчас, ну, его, там, как прежде, там, ну, там, приучать, он хватит сразу, как бы, всю жизнь вообще сосал, и, и все, и присосался, вот, нет, не оторвешь, ну, значит, он понял, что, ну, вот, жить надо, надо ему кушать, вот, и у нас, вот, самых первых тех дней, когда мы, вот, от материнского молока, такой, считались, знаете ли, значит, да, вот, до сегодняшнего дня, мы сейчас, конечно, кушаем всякое, там, уже, там, уже, и хлипок, и хлипок, значит, ваше, но все равно мы же едим, чтобы жить, да, но в этом у нас рефлексия, что-то, ну, действительно, святое заложено, вот, и когда Бог, Он, нам, как и отец, и мать, и все, родители наши, да, и, вот, 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 Таинский, главнейший, да, просто хлеб и вино, да, значит, вот, участие, тело и кровь мои, кто не будет есть меня, говорит, да, значит, пить моей крови, когда есть в моей плоти, не будет иметь жизни, участия со мной, вот, я так рассуждаю, я хочу иметь участие, я хочу иметь жизнь, вот, и я всегда размышляю, и, вот, одним словом, пусть Бог нас благословит всех, вот, в этом участии, спасибо, Господи, за все, спасибо за этот день, спасибо за, вот, действительно, что Ты, возлюбив мир, отдал самого себя, отдал свою жизнь за нас, мы размышляем об этом, думаем об этом, наши сердца открыты для этого, наши умы открыты для вот этого размышления, отели крови Твоих, Боже, Собогущий, благослови нас, и пусть, Господь, Твоя жизнь, она проникает в нас, в нашу жизнь, а наша жизнь в Твою жизнь, наше естество в Твое естество, Господь, оно, кажущееся нам сверхъестественным, но оно, как раз, естественное естество, Боже, в наше естество, в Твое естество, а Твое естество в наше естество, Твоя жизнь в нашей жизни, спасибо, Господь, Боже, спасибо за все, за милость и благодать Твою, во имя Иисуса Христа, аминь, аминь, пусть Бог благословит нас в этом участии в Христе сейчас. Давайте помолимся, брат. Спасибо, Господь, за все. Спасибо за жизнь, спасибо за победу Твою, за воскресение Твое, спасибо за исцеление Твое, освобождение, преображение Твое, Святое, в наших судьбах. Слава Тебе, через кровь Иисуса Христа, величайшая святыня, и это кровь святая, завета вечного, она на нас, это кровь завета вечного, она в нас, верующих, это кровь завета вечного, она в нашей судьбе, Господь. Спасибо Тебе, Боже, всемущий, спасибо Тебе, Боже наш. Благодарю Тебя, Господь, за все, Боже, и призывай милость Твою, Боже, благослови, Господь. Мы причащаемся буквально тело и крови Твоих, Боже, в этом размышлении, в этом, сейчас в таинстве, в этом, в заполненном таинстве, в причастии, Боже, потому что, к кому нам еще обращаться, на кого нам уговорить, только на Тебя, Господь, только на Тебя, Боже. Тебе слава и хвала. Благодарю Тебя, что, драгоценной кровью Христа, чистого и непорочного Агнца, мы искуплены от суетной жизни, приданной нам от отцов. Благодарю Тебя, Господь, Святой, что Ты простил там, на Голгофе, две тысячи лет назад, простил всех нас, и даже все человечество, не меняя людям преступления их, Боже, Святой, Ты отказался судить, взяв суд на Себя, Ты отказался обвинять, взяв обвинение все на Себя, Ты отказался убивать, взяв смерть на Себя, умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Спасибо, Господь. Спасибо Тебе, Боже, Самогущий. Благодарю Тебя, Господь, за победу Твою, за воскресение Твое, Боже, Самогущий. Слава Тебе. Слава Тебе. Благослови нас. Благослови. Благослови им. Соберешь то, что хлеб синий благослови телом Христа, а то, что в чаше синий кровью Христа приложи к Духам Твоим святым. Аминь. 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 Благослови Бог. Аминь. Тебе. Благослови. Да. Вот и пусть наша жизнь будет этим опресником, этим таристом, опресником невозможным. А вообще, это еще и знак того хлеба ангелов, который ели люди 40 лет подряд. Надо же, вот такое чудо совершалось. И мы теперь знаем, что этот хлеб ангелов сегодня, это тело Христа, наша жизнь сверхъестественная. Даже те люди, которые ели вот этот образ лишь, прообраз будущего, они переживали такое сверхъестественное. Ходили по пустыням 40 лет ходить, ноги их не пухли, по обуви их не стапливалось. Они были исцеленными. Такие чудеса совершали, что просто улы не постижили вообще. Вот, хотя, тоже, Павел, ты пишешь, по этому клинику, они там порой рафтали, там, совершали неправдые вещи. Вот даже в таком присутствии Бога, да, но все равно остаемся со свободными мозгами, свободной совестью, как бы, значит, и решением. Вот, ну пусть наше решение, наша совесть, наша воля будет направлено, ну, на добро принимать это благо от Бога, вот, исцеление Его, освобождение Бога, благословение Его. Аминь. Спасибо, Господь, Боже, всемогущий, и радыми Твоими, Господь, я исцелен кровью Твоей святою, исцелен, освобожден, благословен. Боже, только Ты, мое упование, Господь. Боже, только Ты. Спасибо за все. За головку, за кровь, мы Тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою, Благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою, Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим, О Дух Святой, Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим, за все мы благодарим. За долговку, за кровь, мы тебя благодарим. За воскресенье Твое, за победу Твою, за долговку, за кровь, мы тебя благодарим. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, Иисус, благодарим Тебя, Отец, благодарим Тебя, Дух Святой, благодарим, благодарим, благодарим. Слава Тебе, Боже, нашего. Боже, в этом причастие сегодня, Господь, спасибо Тебе, Боже. Боже, победу Твою, правда, возглашаем. Ты действительно умер, но не воскрес. Смерть Твою возвещаем, Господь, до коже Ты придешь. Говорим, вреди, Господи Иисусе, возвращайся, Господь. Возвращайся, Господь. А здесь, Боже, в этом мире несовершенно Боже, но, Господь, в этом временном бытии нашем, но, Господь, Ты освещающий время, Ты освещающий нас и благословляющий народство, Боже. Благослови, Господь. Сегодня, Боже, это причастие во здравие души и тела, Господь смогущий. Потому что кровь Иисуса Христа, святейшая стратыня наша, Господь. Боже, кровь Иисуса Христа, Боже, во исцеление нам, освобождение, благословение во всех сферах нашей жизни. Господь смогущий, благослови, Господь. Боже, имея ум Христов Твой, Господь. Боже, благодарим Тебя, Господь смогущий. Благослови, Боже, пусть Господь нам это... Боже, действительно, смерть, всякая смерть во всех сферах жизни, деятельности, да, отступит. Потому что кровь Иисуса Христа, она действительно обмывает, очищает, благословляет, Боже, и мы живы лишь благодаря крови Иисуса Христа. Божественной Твоей крови, Святой, слава Тебя, Боже наш. Слава. Благослови нас. Аминь. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...